Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях заместитель главного редактора газеты «Советская Чуваша» Александр Белов. Добрый день, Александр Борисович. Здравствуйте, Елена. Александр Борисович, я вот не случайно пригласила вас в гости, потому что, бывая на всяческих мероприятиях, мне очень часто задают вопрос. А ты не знаешь, куда Белов подевался? Раньше в телевизоре мы его так часто могли видеть, а сегодня его нет. Он вообще где? Вот вы заместитель главного редактора газеты «Советская Чуваша» понятно, что да, вы работаете в газете. Но тем не менее для многих это неизвестно. Поэтому расскажите, что вы, где и как? Нет, ну вообще, в действительности, как-то так получается, что газета является такой братской могилой неизвестного журналиста. Можно работать там всю жизнь. В принципе, я всю жизнь работаю в газетах. И как газетчика меня знают очень и очень немногие. А вот какая-то телевизионная деятельность, она в действительности сразу получает огласку. Короткая хотя бы, да, деятельность? Небольшая? Ну, я не могу сказать, что она у меня была короткая. Все-таки я где-то в общей сложности вел телевизионные программы лет восемь, даже, может быть, побольше. Ну, все равно, так сказать, они сразу получают какой-то результат. Человек в телевизоре – это человек как бы. А человек в газете, он неизвестен. Это достаточно обидно, на мой взгляд. Ну, и обидно мне вдвойне, поскольку я есть не только в газете, в интернете появляюсь. Поэтому те, кого я интересую, могут меня найти очень-очень легко. Александр Борисович, вот ваш непосредственный шеф, африкан Соловьев, главный редактор газеты «Советская Чувашия», как-то сказал, что для журналиста его фамилия – это его статус. Вы согласны со своим коллегой? В общем-то, да, конечно. Фамилии надо своей дорожить. Но в связи с этим, понимаете, газетная работа – это большая текучка. В газете очень часто одному человеку приходится выдавать несколько материалов номер. И в советские времена еще сложились правила, что как бы некрасиво, когда твоя фамилия появляется в газете больше, чем один раз. Я, в общем-то, согласен, что не обязательно вот всюду совать свою фамилию. Но в любом случае, подписал ты своей фамилией, подписал ты псевдонимом, или ты просто подготовил какую-то редакционную заметку, которая пошла без подписи, все равно ты за это отвечаешь. За каждое слово мы отвечаем. И никому из нас не дано знать, как наше слово отзовется. Александр Борисович, вот фамилия Белов нередкая, достаточно распространенная. Что нужно было сделать для того, чтобы фамилию Белов, именно Александр Белов, запомнили и не путали ни с какими другими Беловыми? Ну, в общем, масса совершенно историй по этому поводу. Могу вам рассказать, как первый раз у меня появилась публикация в газете. Это было в «Молодом коммунисте». Я несколько раз пытался опубликаться в этой газете, будучи студентом, но у меня не получалось. Ну, наверное, просто не знала, о чем писать, что нужно в газете. И вот однажды я решил написать юмористический рассказик. Ну, буквально сорока строк написал и отнес своему давнему приятелю, который работал в этой газете, показал, ему понравилось. Сказал, все, у нас как раз есть дырочка на полосе, твой рассказ будет завтра опубликован. Я, наверное, не спал всю ночь. Ждал. Ждал, что вот завтра читатели откроют газету, прочитают мой рассказ, и под ним будет стоять Александр Белов. Наверное, проснулся часов в шесть, побежал в киоск, ждал до восьми, пока он откроется, наконец открылся, купил газету «Молодой коммунист». Нахожу свой рассказ, читаю, ни одного слова не поправили. Нахожу до подписи, там стоит «Александр Вайсман». Я иду к своему приятелю, что произошло, почему так? У нас главный редактор называется, имеет имя Алексей Белов. Неужели я поставлю твою фамилию под той ерундой, которую ты написал, что про него все подумали. А Вайсман – это белый человек, Вайс – это нормально, как раз для тебя очень-очень подходит такой псевдоним. Александр Борисович, совсем недавно вы открыли клуб восьмидесятников. Что это за организация, кто туда приходит и чем она вообще занимается? Есть, так сказать, романтическая версия вообще рождения этого клуба. Я о ней писал в своем блоге. Я встретил Сережу Чекушкину, вы его, наверное, знаете, достаточно известный предприниматель. Мы с ним разговаривали, с чем-то занимаясь. Он говорит, я купил себе телескоп. И сейчас наблюдаю за звездами, особенно люблю наблюдать за Юпитером. Но он появляется на небосводе только в три часа ночи. Вот приходится ставить будильник, просыпаться и в три часа ночи, значит, за ним наблюдать. Я ничего не понимаю. Спрашиваю, Сережа, зачем тебе это надо? Ну, как ты не понимаешь? Вот звезда давным-давно погасла, а я сейчас наблюдаю ее свет. Я возвращаюсь в прошлое. Я могу увидеть прошлое своими глазами. И вот, размышляя над этим, вот захотелось увидеть прошлое. Понимаете, вначале захотелось увидеть прошлое. И когда мы встретились еще там с нашими знакомыми, приятелями, стали говорить, стали вспоминать, называть фамилии людей, которые живут, фамилии людей, которые ушли, вспоминать те романтические идеи, настроения. И тогда я уже даже не помню, кто сказал, вот никто из нас, наверное, и не вспомнит, только из чьих уст прозвучало. А вот надо бы встретиться, организовать клуб восьмидесятников, чтобы мы могли просто пообщаться друг с другом. Идея была озвучена. Пошли, я не могу сказать, что пошел вау отлика. Ну, пошли какие-то звонки, пошли какие-то отлики, пошли просьбы, вопросы, а можно ли прийти молодежи. Любопытно было бы посмотреть. Кто-то сказал, а, это будет встреча политических трупов с пекинными жилетами. Ну, ради бога, так сказать. Может быть, ну, вы знаете, кто это сказать такой. Ну, ради бога, так сказать, каждый вправе на свое мнение. И народ, в принципе, собрался. Народ собрался, где-то было человек 40, наверное. Ну, это много для первого раза. Я думаю, что много. Мы были очень довольны, и причем расходиться-то не хотели. Выходили на крыльцо национальной библиотеки, еще что-то обсуждали. Сама атмосфера была очень хорошая, была очень доброжелательная атмосфера, хотя люди высказывали совершенно противоположные взгляды. А тема какая была, встреча? Тема была, мы хотели посмотреть на нынешние события сквозь призму 80-х годов. Ведь те проблемы, которые волновали нас в 80-е годы, это проблемы бюрократизма, однопартийной системы, коррупции, зажима свободы слова и так далее, цензуры и так далее, тому подобное, они, в принципе, остались и сейчас. Вот что произошло? Почему ничего не изменилось, хотя лозунги проглашали самые замечательные? Вот показалось, вот в процессе обсуждения, показалось, что основная наша ошибка заключалась в том, что мы стали делиться на своих и чужих. Вот кто-то вот из наших современников, все, в принципе, были настроены на перемены, высказывали разные взгляды. Значит, ты свой, а вот тот чужой. И вот этот вот раскол, он и привел к тому, что все замечательные лозунги 80-х лет, они остались нереализованы. Примерно сейчас происходит нечто подобное. Вот если какие-то наши ошибки поймет молодежь и не будет их повторять, это уже, наверное, неплохо. Александр Борисович, вот больная тема для, наверное, всех журналистов – цензура. Говорят, что ее сегодня нет. Кто говорит? Но тем не менее, мы знаем, что у нас чиновники говорят, что цензура сегодня нет никакой. Есть свобода слова, пишите, что хотите, обсуждайте, делитесь своими мнениями. Но тем не менее, мы-то с вами знаем, что такое цензура. Вот с вашей точки зрения, цензура в 80-х и цензура уже в 21 веке отличаются друг от друга? Ну, есть хотя бы какие-то формальные признаки. То есть в 80-е годы существовало так называемое управление по охране государственных тайн в печати. То есть оно существовало и раньше, но я просто раз мы говорим про 80-е годы. Значит, на, кажется, на пятом этаже дома печати, или на шестом, я уже не помню, было несколько комнат, где сидели строгие дяди и тети. В этой комнате стояли стеллажи с книжками, напичканными запретами. И вот если цензуру, цензур вычитывал все абсолютно, цензур вычитывал все. И если ему попадалась какая-то сомнительная фраза, он доставал инструкцию и говорил, о, вот это запрещено. Условно говоря, запрещалось написать о том, что в годы войны в Шумерле находился Ивако-госпиталь. Запрещалось. Вы раскрываете дислокацию воинской части. Хотя этого госпиталя давным-давно нет, война закончилась. Но раз запрещено, значит запрещено. Ну, естественно, они вылавливали не только вот такие детали, они вылавливали и какие-то идеологически возможные диверсии. Я помню, что у нас на тиражной газете было опубликовано какое-то стихотворение самодеятельного автора. Цензур так просмотрел и так, и всякие. Очень сомневалась, но все-таки поставила визу. То есть называлось «залитовать», получить лид. Ставили штамп на газетную полосу, и тогда после этого газета могла появиться, шла в производство. В противном случае ее бы просто никто бы не печатал. То есть чисто технологически отслеживалось так. Но я что-то не помню, чтобы вышестоящие начальники запрашивали журналистский материал перед публикацией. Вот этого как-то, по-моему, это не было принято. Сейчас это сплошь и рядом, что чиновник может буквально в приказном порядке потребовать, чтобы предварительный материал был им просмотрен. Вы считаете, это неправильно? Я считаю, что это неправильно. Во всяком случае, нигде в мире такое не практикуется. Журналист, который взял интервью, он всегда может предоставить аудиозапись. Человек, который пишет статью, у него тоже есть какие-то материалы. Претензии могут приниматься только по поводу верно приведенные слова, неверно названа та цифра, не та цифра. А во всем остальном это остается на совести журналистов. — Александр Борисович, вот если мы с вами затронули тему газеты, я тоже работала в газете, в районной. И я вспоминаю, когда мы писали какие-то статьи, на следующий день они обсуждались в тех коллективах, которые, например, мы критиковали, или там руководители коллектива. То есть это было вообще, ну, серьезное такое вот, если вышла газета и критическая статья, то все, даже человека, которого критиковали, могли снять. Вот сегодня, наверное, этого уже нет. — Нет, нет, абсолютно. Это очень обидно. Я вам могу сказать так, вот по моей памяти. В 80-е годы все планерки, тогдашний главный редактор «Советско-Чуваший» Михаил Иванович Иванов начинал с пересказа утреннего разговора с первым секретарем обкома партии Ильей Павловичем Прокопьевым. То есть Илья Павлович с раннего утра прочитывал газету, тут же поднимал трубку и звонил Михаилу Ивановичу и рассказывал о своих впечатлениях. Вот это вы правильно писали, вот здесь я с вами не согласен, вот надо поднять такую тему и так далее и тому подобное. Это каждое утро. Это был железный закон, не рожим. Сейчас у меня впечатление, что многие руководители газеты просто-напросто не читают. Не читают они. Они предпочитают взять справочку, которую подготовил их отдел, я не знаю там, кто отдел там, наверное, готовит, механику просто не знаю, посмотреть и уже из этого делать выводы. Если публикация попала в эту справку, она имеет шансы на какой-то резонанс верхов. Если не попала, то пройдет мимо. Ну и вообще, как-то к публикациям в СМИ отношение стало нисходительное. Вы все продажные, вы все некомпетентные, мы знаем гораздо лучше, плевать на то, что вы пишете, то, что вы озвучиваете, что вы показываете. А по поводу продажности, ведь платить-то никто не хочет особо. Да там-то и дело. Мы бы пришел, мы, может быть, и поторговались бы в конце концов. Никому это не надо, по большому счету. Мне так смешно, когда там, если какая-то персона задевается, сразу бегут и читают. Это заказ, это заказная статья. Кто, кому вы нужны, кому мы нужны, о чем разговоры? Александр Борисович, вас все-таки чаще всего почему-то связывают с оппозицией. Но вот мне кажется, вот моя точка зрения, что вы всегда умели и умеете находить баланс. Честно говоря, я тоже не очень понимаю, почему связывают с оппозицией. Все-таки оппозиция та, которая имеет конкретную позицию, извините за тавтологию. То есть есть, по какому-то конкретному вопросу они имеют альтернативное мнение. Вы, значит, хотите налево, мы хотим направо или наоборот. Я по ряду таких вопросов своего мнения не имею. Наверное, недостаточно компетентен, образован, опытен в той проблематике. Поэтому мне, собственно говоря, все равно. И, по крайней мере, я не высказываю свое мнение, не знаю я, как правильно сделать. Но я с удовольствием послушаю и того, и другого. Помните же, это классическая фраза, которую Вольтеров приписывает. Я не разделяю ваших взглядов, но готов умереть за ваше право их высказывать. Вот я придерживаюсь этой позиции. Мне очень интересно, когда люди, которые придерживаются противоположных взглядов, встречаются, говорят, или того человека, которого где-то гнобят, у которого нет возможности, высказаться, вот его позвать, пригласить к себе, помочь ему сказать то, что он считает нужным, распространить это. Я считаю, что это совершенно нормальный, цивилизованный путь. И вот тот же клуб, который вы упомянули, он, в принципе, создан для того, чтобы люди нормально высказывали свои взгляды. Понимаете, на митинги, митинги, это тоже, наверное, хорошо, нормально, я ничего не имею против митингов. Но на митинге ничего невозможно обсуждать. Там можно только провозгласить какой-то лозунг, да, поаплодировать, прокричать долу и все. На этом, так сказать, потенциал митинга исчерпывается. А вот на каких-то тусовках, где собираются люди разных поколений, разных убеждений, можно о чем-то поговорить и прийти к каким-то выводам. Александр Дмитриевич, на территории Чуваши, если я не ошибаюсь, зарегистрировано 18 новых партий. Да, 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 где ты сейчас? Вот коммунисты России за женщин, российская партия пенсионеров за справедливость, вот какие-то такие новые, да, совершенно названия. Вот ваше точка зрения, нам нужно столько партий. Это что, на самом деле, альтернатива или что? Ну, так сказать, тут совершенно, так сказать, ситуация понятная, да, так сказать, такое огромное количество партий мы имели, если мне память не изменяет, на выборах 93-го года, Государственную Думу. дали простынь, которая почему-то называлась избирательным бюллетенем, там, чтобы его прочитать от начала до конца, нужно было, наверное, на минут 40. Это как раньше, указ царя. Вы помните вот самый, ну, это бюллетень, там шло вот перечисление всех этих партий. Вот такая же ситуация, наверное, будет у нас на следующих выборах. Но, понимаете, вот эти партии, мы говорим, кто из вас хочет идти своим путем, вот пытаемся понять своим путем. Но когда партии используют прежде название, когда у нас одних коммунистических партий 4, по-моему, да, у нас справедливых партий 4, у нас пенсионеров, пенсионерских партий несколько, и так далее, тому подобное. Понятно, что это делается для раздробления сил, здесь какая-то политтехнология, но я вполне допускаю, что в то же время вот такое обилие партий может иметь и положительный момент. Какой? Это позволяет молодым, энергичным людям каким-то образом проявить себя. Партий у нас много, а вот лидеров, политических деятелей не хватает, они в дефиците. Так, может быть, хотя бы за счет количества мы получим какой-то качественный результат. Ну, пусть они покажут себя, пусть они проявят себя. Мы их узнаем, а потом посмотрим. Наверняка там большинство из названных вами партий уйдет небытие со временем. Александр Борисович, а вы сами вот по своей сути человек-одиночка, или вы все-таки предпочитаете работать в команде? Нет, ну я люблю в команде работать. Я очень люблю в команде работать. Когда нужно работать одному, я умею работать один. Умею работать один. И могу в одиночку стоять. Но предпочитаю работать в команде. Обожаю просто-напросто. Когда вот такой своеобразный интеллектуальный пинг-понг, ты высказал идею, тебе что-то ответ возражают, что-то подсказали. Это очень здорово. Мне очень нравится. Александр Борисович, я думаю, что сегодня многие наши телезрители, кто вас увидит, скажут, как изменился Белов. Белов, вы похудели, вы подтянулись, вы выглядите лет на 10 моложе. Что случилось? Замечательный совершенно вопрос. Спасибо. Мне достаточно часто приходится на него отвечать. Прошу телезрителей две минуты внимания. Заинтересованных лиц взять карандаш, бумажечку и узнать из моего личного опыта, как можно на 20 килограммов похудеть за 5 месяцев. А предыстория какая? Пока люди там ищут бумажечку, листочек, предыстория какая? Все уже приготовили компьютер. Когда у меня вес зашкалил за 100, 2 где-то уже, где-то вот так вот было, я понял, что мне просто-напросто тяжело жить. Вот я перехожу улицу на зеленый свет, там уже красный должен загореться, машина начинает двигаться, а я не могу заставить себя ускорить шаг. Ну, просто тяжело. Ну, придавило несколько. Я решил вот похудеть, вот любой ценой, как это сделать? Смотрю, там одна из наших коллег худеет, в действительности реальная. Тает просто на глазах. Я спрашиваю, что ты делаешь? Она говорит, я проколола мочку уха. Вот тебе телефон моего доктора. Ответственное решение, по любому ответственному решению, вопросу я советую со своей мамой. Звоню маме, говорю, вот такое предлагают. Она говорит, ни в коем случае, я должна подумать. Потом перезванивает, говорит, нет, я тебе высылаю свою методику, она опробирована, она, значит, вот позволит тебе добиться желаемого. На чем заключается вот эта методика? Вот вы просыпаетесь, да, условно говоря, в 7 часов. Вы должны выпить стаканчик воды. Ну, можно минеральный, без газа, естественно, но с лимонным соком. Прям доктор такой передо мной сидел. Ну, я стал большим специалистом. Я могу провести индивидуальные занятия. Я уже почувствовала, да. Уже тренинг начался. Затем, условно говоря, в 8 у вас завтрак. Ну, завтрак. Кашка, чашечка кофе, кашка на водичке. Овсянка, сэр. Да, овсянка, сэр. Можно вот эти трутатучки, если я их называю, вот этот скороварочек, никаких проблем. Чашечка кофе. Ну, не больше, чем ложка сахара. В 9 часов вы выпиваете стаканчик воды. В 10 часов у вас прогулка по лесенке. Надо обязательно сходить на верхний этаж здания, где вы находитесь, и обратно. В 11 часов... Чем выше, тем лучше. Чем выше, тем лучше. В 11 часов можете выпить стаканчик чая. В 12 у вас обед. Обед – это мясо, не жирное, понятно. Свининка – все, свининки для нас с вами нет. Вы... Там кусочек мяса, салатик. Все это вкуп лишь не должно составлять больше 300 граммов. В 13 часов фрукт. Вы понимаете, вы все время едите. Проблема в чем? Вы все время едите, чтобы похудеть. В 13 часов у вас фрукт. В 12 – опять водичка. В 15 – наша любимая прогулка по лесенке на верхний этаж. В 16 часов вы снова кушаете. Опять можете рыбку, опять можете мясо, салатик. Но не больше 300 граммов. В 17 часов выпейте чашечку чая. Можно даже с кусочком хлеба. В 18 часов у вас ужин. Легкий ужин. Ну, каждый выбирает по-своему. Я вот ужинал креветочками. Так салатик из креветок. И все. Александр Борисович, вы вот об этой диете мне так рассказывали с таким воодушевлением. У вас так горели глаза. Вы просто были кашпировские. Вы так смотрели на меня. Мне же хотелось сказать, все, побегу по лестницам. Так я что вам хочу сказать. Однажды ко мне, я на пятом канале вел как раз программу, и люди видели, как вот похудание идет. И ко мне приехала одна дама, которая работала, кстати, в Доме правительства тогда. Приехала, выловила после программы и сказала, Александр Борисович, ну расскажи, как ты добиваешься этого. Мне очень нужно. У меня муж уже ни в один костюм не влезает. Катастрофа. Я хочу, значит, чтобы он похудел. Что ему нужно сделать? Я все подробно точно так рассказал, ничего не утаил. Прошло месяца четыре. Мы встречаемся на какой-то тусовке. Она кидается ко мне, говорит, Александр Борисович, огромное вам спасибо. Все получилось? Да, получилось. Я говорю, муж доволен? Да при чем здесь муж? Будет он сидеть на диете. Я похудела на несколько килограммов. Слушайте, может быть, работу вам сменить? Может быть, уже все надо с журналистикой завязывать и вести тренинги? Зарабатывать будете точно гораздо больше. Ну, пенсия не за горами, можно будет подумать. То есть планы такие на пенсию есть, да, Александр Борисович? Нет, ну не такие, конечно. Александр Борисович, и вот такой вопрос, наверное, который вам часто задают. Вот из вашего телевизионного прошлого какой-то яркий момент помните? Может быть, была встреча, которая вам очень запомнилась? Кто-то произвел на вас такое впечатление? Ну, у меня были два интервью с Владимиром Владимировичем Познером, а он как бы считается классиком интервью. Монстром в журналистике. Классиком журналистике, именно вот классиком интервью. Я помню, как тяжело давалось первое, как не хотелось отвечать на вопросы, как приходилось преодолевать. И помню, как, в общем-то, доброжелательно, спокойно, так сказать, ритмично прошло второе. Это были такие своеобразные испытания очень на профессиональную зрелость. Очень хотелось это выдержать. Ну, стыдно было бы показаться перед мастером полной неумехой. Когда я понял, что все-таки диалог сложился, мне было, конечно, очень приятно. Вот это серьезные очень моменты. А так, в принципе, каждая встреча, она ведь полна неожиданностей. Никто не знает, как сложится. Вроде бы и собеседник грамотный, эрудированный. А не получается, да? Что-то не складывается, и он очень рассеян бывает. Масса моментов. Александр Борисович, а вот были у вас гости, которые приходили на обзор местности, которые вызывали у вас негатив, и вы вот не могли себя преодолеть? И вам казалось, что это видно, что вы не сможете справиться с собой? Скорее наоборот. Были люди, которые приходили, и они ко мне испытывали негатив изначально. Я-то, в принципе, всегда благодарен человеку, который пришел на программу. Он что-то отрывает от своего личного времени. Он изначально соглашается отвечать на вопросы, которые могут ему не понравиться. Он за это совершенно не получает никаких денег и так далее и тому подобное. То есть я к любому своему гостю изначально отношусь с благодарностью. При всех его возможных недостатках. А вот те гости, которые приходят, они могут испытывать ко мне какую-то неприязнь. Совершенно по разным мотивам может быть. Вот, например, у меня на программе была Нелли Петкова. Может быть, помните такую журналистку, ведущую Первого канала? Красавица. Какой-то здесь форум был, мы ее пригласили. И она приехала, мы предварительно с ней беседовали, там, любезничали. Но когда она села и включила, были камеры включены, я почувствовал такую злость в себе, такое неприятие. Я был совершенно растерянным. Может быть, ваши вопросы? Нет, нет, вопросы все были. Нет, я думал потом. С одной стороны, чисто житийский момент. То есть ей не подали машину, она приехала на такси. Вынуждена была приехать на такси. Это ничего, что Александр Борисович на троллейбусе приехал? Это мелочи, да? Ну, это гостю надо было бы подать. Но я просто этим не занимался. Мне позвонили, сказали, что вот есть договоренность, Нелли Петкова приедет, и я был с радостью ее готов. Это одно. Второе, может быть, я допустил бестактность. Мы сели, и я вдруг начал ей говорить то, что говорю обычно к гостям перед эфиром. То есть вот эта камера, вот это крупный план, эта камера общий план, вот эта камера берет меня. Я ей, человеку, который столько лет проработал на Первом канале, стал объяснять такие вещи. То есть это, с моей стороны, было просто бестактно. А с третьей может быть и какая-то ревность. Ну, телевидение до сих пор притягивало, и вот она села туда, она возвращалась вот в какую-то привычную атмосферу. А почему этот парень здесь? Вообще зачем он здесь? Я бы лучше все это сделала бы. Что-то вот такое вот раздражение. Ну, то есть это было очень тяжелое. С невероятными облегчениями закончила эту программу. Александр Борисович, я ваша поклонница, и я смотрела программу «Обзор местности». Я помню ваши анекдоты, и я думаю, что наши телезрители не простят меня, если не услышат в нашей программе ваш анекдот. Ну, давайте так, коли мы в Суе вспомнили Владимира Владимировича Познера, я перескажу тот анекдот, который он рассказывал на программе «Обзор местности». Повторение мать учения. Да, повторение мать учения. Это анекдот от него. Нью-Йорк, центральная авеню. Выходит джентльмен, протягивает руку, и тут же останавливается такси, что на оживленной авеню совершенно невозможно. Он садится, и вот таксист говорит, «М-м-м, вы совершенно как Гарри Гудман». Вот Гарри Гудман тоже был всегда везучий. Стоило ему было протянуть руку, и тут же такси останавливалось. А вообще, Гарри Гудман, это такой замечательный человек был. Как он играл в баскетбол, великолепно, мог бы в НБА. А какой он был шахматист, он гроссмейстером мог обыграть. А какой он мастер. Вот я чиню проводку, обязательно короткое замыкание. А у Гарри Гудмана все получалось хорошо. А как он готовил, великолепно готовил. Боже мой, он знал все по медицине. Он владел несколькими иностранными языками. Пассажир не выдерживает и спрашивает. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, хорошо знали Гарри Гудмана? Нет, я его совершенно не знал. А откуда тогда все это? Блин, я женился на его вдове. Замечательный анекдот. Александр Борисович, большое спасибо, что вы нашли время. Я знаю, что заместителю главного редактора газеты «Советская Чувашия» его всегда катастрофически не хватает. Но тем не менее, вы к нам пришли и ответили на мои вопросы. И я очень надеюсь, что наша встреча будет не последней, и она перерастет во что-то большее, в творческий союз. Спасибо, я тоже надеюсь. А с вами, дорогие друзья, я прощаюсь. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова